Всем привет! С вами паблик о суровых варгеймах. Я Дэньяр Вечный. Сегодня мы продолжим смотреть на мой варгеймерский чуланчик. И у нас предпоследняя полка. На этой полке у меня варгеймы от Flying Peak Games, Tiny Battle Publishing и возможно еще какие-то игры. Я уже не помню, что там находится в самом глубине этой полки. Начнем. Начну как всегда с центра. Здесь у меня Old School Tactical. Том 1. Восточный фронт. 1941-1942 год. Старенькая такая моя коробка. Я ее брал еще с первого кикстартера. Она полностью покрыта всеми дополнениями, которые вышли. Тут даже крышка не закрывается. И из всех томов Old School Tactical этот том самый богатый. Тут больше всего сценариев, тут больше всего фишек. Тут целых две большие карты. Плюс куча дополнительных сценариев с кикстартера. Плюс компания с кикстартера. Ну и конечно все любят Восточный фронт. Так что наверное это будет самой популярной коробкой из всех трех томов, которые существуют на данный момент. Вот пришел мой второй обзорщик. Она сегодня тоже скажет свое веское мнение по этим варгеймам. Итак, тут вот видите у меня все забито просто до краев. Но по самому варгеймам, что могу сказать, он хороший. Он мне не так сильно нравится, как Локон Ловат. Но он вполне достойный на уровне и в него можно достаточно много поиграть. Я допустим полностью этот том отыграл с дополнением. Сейчас играю во второй том. Тоже надеюсь полностью его закончу. А так, если вы любите тактику Второй мировой войны, особенно начального периода, вот добро пожаловать сюда. Под ним у меня дополнение. Сталинград. Очень хорошее дополнение. В первую очередь тем, что в нем есть историческая карта Сталинграда. И исторический сценарий по Сталинграду. Карта полна там всяких разрушенных зданий. Есть... Линии берега нет, но он там недалеко где-то. И это вот из всех дополнений именно вот из-за этого лучшее. Плюс сценариев тут не очень много. Восемь. Но добавят также, допустим, здесь есть Тигры. И Т-34-85, которые должны были быть вот в базовой коробке. Но они есть только здесь. Это, в принципе, так, что эти две коробки формируют такую единую коллекцию. И лучше сразу к базовой коробке покупать это дополнение, чтобы сыграть все сценарии базовой коробки. Дальше у меня второй том. Old School Tactical. Если первый том посвящен Восточному фронту, второй том посвящен Западному фронту. 44-45 год. Причем не всему Западному фронту, а только американцам. То есть здесь у нас 18 или 20 сценариев. Чисто с участием американских войск. Причем он отличается от первого тома тем, что здесь всего одна карта. И, как видите, коробка закрывается плотно. Фишек поменьше. Немного. Но все так же хорошо. То есть, причем здесь последняя версия правил. Так что даже если вы купили первую коробку, лучше скачать бесплатно правила сайта, которые поставляются в этой коробке. Играть по ним, так как они более сбалансированные. И более продуманные. По ним играть интереснее, чем по тем, что находится в первом томе. А так, очень хорошая вещь. Ну, думаю, нашим игрокам она понравится не так сильно, как первый том. И если я много видел тех, кто играет в первый том, то тех, кто играет во второй том, кроме себя, я пока не видел. Но при этом ко второму тому вышло несколько дополнений. Первое дополнение Airborne. Это про десантников. Тоже, как видите, такая большая коробка. Но здесь, опять же, одна карта и шесть сценариев. Причем, понятно по названию, что все они посвящены десантникам и десантным операциям в небе Нормандии. Причем, здесь есть такая мини-компания из двух связанных между собой сценариев. В принципе, играется достаточно интересно. Ну, опять же, если вам понравился первый, то есть базовая коробка, берите дополнение, получите еще больше сценариев. Ну, тут у меня есть вот такие отдельные трекеры для Old School Tactical. Это вот для второго тома немецкий и за ним американский. Очень многие ругали Old School Tactical из-за того, что приходится раскладывать большое поле, так как на границах этого большого поля находятся все нужные трекеры. А это вот все вам трекеры отдельными литочками. И еще одно дополнение ко второму тому. Ghost Front, Бельгия 44-го. Ну, это Орден, всем ясно. Кстати, у меня вот в коробке с вторым томом имеется дополнение Pocket Battles, где на маленьких картах все сражения происходят. Там 4 сценария, и они тоже посвящены Ордену. А конкретно Навилю. Здесь же Ордену в принципе. Ну, самое интересное, что это дополнение, так сказать, большое. Оно больше, чем Сталинград, больше, чем Аэрбор, потому что здесь целых 11 сценариев. Но все остальное по стандарту. Одна большая карта, одна платка фишек. Естественно, чтобы в него поиграть, требуется базовая игра. Аэрбор, по-моему, не требуется. То есть, покупайте базу, покупайте эту коробку, можете смело играть. Пока я в нее еще не опробовал, но после того, как закончу Аэрбор, обязательно сяду за него, ждите в паблике отчеты. Все же любят репорты. И последний том на данный момент. Олдскул Тактикл Волн 3. Пацифик 41-й, 45-й. Опять же, понятно по названию, это тактические бои на Тихом Океане по системе Олдскул Тактикл. Тут мы имеем американцев, американских морских пехотинцев, японцев, японских морских пехотинцев. Эта коробка я получил в этом году. Опять же, тоже с Кикстартера. И только пленку снял. Вот она у меня еще... Карта у меня тут даже не распечатана. Вот это вот всякие бонусы от Кикстартера. Вот эти вот дополнительные карты от Кикстартера. Кубики от Кикстартера. И монетку мне дали. Тоже Кикстартерную. Ну и вот эти вот разделители, они помогают, когда вы играете на большом поле, если используется только небольшой кусок, вы ставите такие разделители и отделяете тот кусок большого поля, на котором происходит сценарий. Вот. А по... Опять же, по сценариям. Здесь их 16. Вот. Причем у японцев есть, как всегда, большие спецправила. Там всякие бонзай атаки и тому подобное. Здесь отражено. Ну, вещь, конечно, очень специфическая. То есть, мы, можно сказать, прошли так... Серию Old School Tactical прошла популярность в нашей стране. То есть, первый том самый популярный. Второй том, ну, так себе. А третий том, ну, у нас мало поклонников войны на Тихом океане. То есть, их даже, я думаю, меньше, чем поклонников войны на Втором фронте. Ну, я думаю, тоже свои любители японцев найдутся. И последние... А, не последние. Вот. Это вот те же отдельные трекеры, но на этот раз уже оформлены в стиле морских пехотинцев. И за ним в стиле японцев. Я их еще даже не открыл. Но, тоже пригодится. И вот теперь уже последний Old School Tactical. Hellband. Это дополнение к третьему тому. Достаточно интересная штука. То есть, здесь очень много сценариев. По-моему, здесь их 12, если я не ошибаюсь. Причем, это дополнение интересно тем, что отражает высадки на пляж. То есть, тут та же самая большая карта, но с пляжем. И можно отыгрывать именно высадки. На всякие острова там, на открытую местность и тому подобное. То есть, именно вот за счет этого дополнение интересно. Ну и, конечно, 12 сценариев. То есть, в сумме в третьем томе, в базовом и в дополнении, получается 30 сценариев. Очень такое достойное количество. Перейдем дальше. Ну, закончим, наверное, вначале с фирмой Flying Pink Games. Вот. Следующая игра от этой фирмы, что у меня здесь есть, это Platoon Commander Deluxe Битва за Курску. Вот почему-то западная игродела очень любит нашу битву за Курску. Вот сколько игр по этой теме вышло. Вот по другой теме, наверное, столько игр не выходило. Ну, как всегда, я думаю, все уже хорошо знают, что такое Platoon Commander. Те, кто не знает, я скажу, что это очень простая система на уровне взводов. Где фишка? Это взвод. Причем базовая-базовая, стартовая-стартовая. Вот. Если вы вообще ничего не знаете про Wargames, берите вот эту коробку и играйте. Она себя окупит. То есть, здесь вот 12 сценариев покрывают всю битву за Курску. Минус, конечно, в ней есть. Это тут всего две карты, но они такие хорошие, на толстом картоне, но их все-таки две. И некоторые сценарии такие по мотивам, назовем их так. Это мне не очень понравилось, но все играется все играется быстро. Эту коробку можно там за два вечера умять полностью. И какие-то коробки у меня есть. Во-первых, опять же, все с бонусом кикстартера. Почему-то вот Flying P.Games все свои игры только через кикстартер выпускает. Это коврик для мыши. Ну, есть и ладно. А также дополнение Trucks in the mud. Гусеница в грязи. Это чисто дополнение к битве за Курск. Оно интересно двумя вещами. Во-первых, новая карта, причем большая. Причем очень необычная местность. Она карта очень лесистая с холмиками и тропами через эти холмики. Вот это большой плюс этой карты. А еще один интересный момент то, что она отражает уже не битву за Курск, а другие битвы на Восточном фронте. Причем здесь есть два сценария на начало войны, прям с кавалерией и с Т-26. Есть два сценария где-то на середину войны, ну, ближе к концу где-то 1944 год, и два сценария гипотетического конфликта, когда немцы американцы атакуют советские войска. Причем здесь есть Королевские Тигры, ИС-3, Маусы, Першинги, но сценарий всего шесть. Так что, кто хочет там продолжить наступление Дала-Манша, вот, эта коробка хэх. Ну, она опять же хороша вместе с битвой за Курск. Ну, и все-таки мне бы хотелось, чтобы вот это дополнение 1945 год, американцы с немцами против наших, сделали бы отдельную большую коробку из кучи сценариев, а тут всего их два. Следующая игра, про нее я тоже очень много писал, это, ну, это вообще полка игр, про которые я много писал, по-моему. Это Армагеддон Вар. Еще одна игра взводного уровня, но уже не Вторая мировая война, а Сирия. Причем Сирия недалекого будущего. Здесь у нас есть Россия с арматами, США, армия Асада, Израиль и, назовем их так, бандитическое формирование. Вот. Сама система мне очень понравилась. Она, не скажу, она необычная очень. То есть, в ней используются нестандартные для варгеймов там D6 или там D10 или D100 как в панзере. А вот такие кубики очень необычные. Вот. Зелененькие, красненькие, черненькие с взрывными щитками. И вот за счет вот этого, за счет механики вот с этими кубиками она ну очень становится интересной. То есть, я вот таких механик в варгейме раньше не встречал. И если вам хочется попробовать новую механику, то эта игра подойдет. У нее есть куча недостатков, я сразу скажу. Такая приличная куча недостатков, но при этом ее во всяком случае интересно попробовать. Причем вот есть у меня вот такая отдельная компания к этой игре из 6 сценариев. Тоже большой плюс. к этой игре планируется дополнение. Вот я слышал, что следующее ну не дополнение следующий базовый набор следующий базовый набор будет про войне в Азии. Там будут Корея, Япония, Китай. Мне кажется это более интересная тема нежели Сирия как в этой коробке. К этой игре есть у меня дополнение. во-первых плакатик ну я не знаю положили пусть будет. В самой коробке кстати к ней соло дополнение кроме компании. Но это не самое интересное. Самое интересное это вот дополнение Burning Lens она вводит две новые фракции это Хазбалла и Иордания с такой необычной техникой и если вот в этой коробке карты были там пустыни и на пол карты город но в основном пустыня то здесь это такие лесистые холмы очень сложная для передвижения местность очень интересная и поэтому дополнение носит большой плюс именно своей карты вот такая вот она видите тут леса холмы непроходимые там камни маленькие тропки через все вот эти холмы специфическая местность на ней проходит интересный сценарий тут по-моему их 6 так что кому не хватило базовой вперед сюда ну и плюс заходите в паблик там репорты по всем сценариям что базовый что дополнение написаны так с этим углом закончили ну наверное сначала закончил с замечательной конторой флаймпи геймс потом уже к остальным перейдем вот следующая игра от флаймпи геймс которая у меня есть и в которую я не играл ужас 65 squad level combat in the jungle of vietnam еще одна достаточно специфическая система чем-то похожая на combat commander здесь не используются кубики ну опять же по названию понятно что это тактическая система про вьетнамскую военную так вот здесь не используются кубики используется только колода карт вот причем фишки вот такие вот огроменные они не летают ни в один трейд вот карты вот такие вот с разными действиями и значениями на нем вот причем игра интересна тем что к ней планируется дополнение про афганистан вот это ну не дополнение еще одна базовая коробка и это я думаю сыграет свою роль в популяризации этой системы у нас в стране вот сам я конечно давно планирую в нее поиграть но руки никак не находят причем нарезал я ее очень давно на какой-то новый год я ее резал года два назад но вот все лежит она лежит 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 и не доберусь для нее и опять же у меня есть дополнение первое это alone in a jungle это соло модуль тут по-моему 6 сценариев опять же соло по-моему только за американцев можно играть то что я базовую не пробовал естественно это тоже не пробовал когда все попробую расскажу еще одно дополнение UMS и ANZAC дополнение вводят в игру морских пехотинцев американских и австралийско новозеландский корпус опять же тут сценариев 6 вроде ну то есть в принципе вот в этих коробках сценариев не очень много почему-то они вот на такую есть там вот в куртке на тебе 12 сценариев old school tactical на тебе 20 сценариев тут так по 6 ну и в журналах можно найти там пара дополнительных сценариев и последнее это вот в такой непрезентабельной достаточно упаковки находится я не знаю почему они для нее не разработали отдельную коробку отдельную коробку хотя это того стоит это дополнение историческое исторический модуль битва за вот такая тут карта города Хьюи за которую вьетнаме шли бои и вот она полностью нарисована и два сценария один вроде исторический второй не очень и где-то опять же в журналах есть к этой карте третий сценарий фишек вроде здесь нет все фишки используются из базы с этим закончили Flying Peak Games перейдем к другим конторам вот ну для начала Тинни Баттл вот в таких коробочках они раньше они делали в зиплок пакетах такие маленькие игры а сейчас перешли вот такие маленькие коробочки это вот коробочка битва первый день битвы при Гетиксберге это вот первая в них игра в такой маленькой коробочке очень интересный такой формат я такой формат маленькие коробочки еще не встречал до этого то есть тут все что нужно я сейчас открою это будет замечательно вообще они тут вот я все-таки вот в ней вот такая вот маленькая книга правил практически как карманная всякие вот такие маленькие таблички что все лезло в коробочку эту карта достаточно такая интересная я не скажу что большой поклонник таких художественных артов но карта интересная вот и фишечки фишки они там очень быстро выдавливать поэтому пусть он в коробочке зато такие фишечки маленькие сама система достаточно такая но не очень сложно то есть тени батл они не пускают сложности гру них все там уровень сложности где-то чуть чуть ниже среднего вот но при этом они интересны и такие не громоздкие вот и тем более сейчас такой необычный формат кроме вот этой маленькой коробочке у них есть вот еще одна такая же игра в таком формате стимулил лор танненберг это вторая игра серии сейчас я покажу первую а первая игра серия она обычная с пакетики это rise to the sea 1914 вот это то есть четырнадцатый год на западном фронте первой мировой войны это 14 год на восточном фронте первой мировой войны причем в обоих играх примерно один движок карточный фишки здесь корпус вот поэтому поклонники первой мировой войны ну я вот есть честно взял чисто потому что поклонник первой мировой войны очень хочу попробовать что первую что вторую вот то есть вот они такие карточки правила карта и под этим всем это вот здесь фишки причем систем по моему тоже без кубиковая иногда интересно попробовать такие кубики такие системы вот и не очень сложно причем по моему тут какой-то сейчас скажу дизайнера а херман лютман да херман лютман тот который я говорил он сделал битву за мец ну видно такой поклонник первой мировой и воин за объединение германии ну и гражданской войны в сша то есть вот это по моему тоже он сделал да это тоже херман лютман вот это вот все его вещи дальше вот еще как я говорил мне есть две игры про автору франко-прусскую войну вот это вот вторая метров хонор про единственную победу в той войне франции карточная система чем-то похоже на знаменитый штурм овер то есть тоже как поделенные на локации вот и очень такая простая играться должно быстро вот я взял ее потому что естественно я поклонник франко франко-прусской войны и я уже все нарезал не фишки всего резан карты в протекторах очень скоро хочу попробовать ну во всяком случае по франко-прусской не так много игр чтобы к отказываться от них а вот поэтому это я взял игру тоже от тени battle publishing red horde это уже советско-польская война причем игра очень такая простенькая от бренд трейна она раньше выходила вот я давно хотел взять но вот я раньше говорил о предыдущем выпуске о red star white eagle лучше берите в red star white eagle то есть я почитал правила этой игры я там посмотрел но я не люблю игры где ну то есть оперативные игры где есть свободная расстановка я люблю исторической расстановки играть вот поэтому удовольствие такое ну опять же чтобы занять чем-то там полтора-два часа вполне сойдет если хотите там по-быстрому отыграть советско-польскую войну еще одна игра от brain train я сразу две взял чтоб чем мелочиться это уже по орденном причем она мне кажется более надо обещающий чем red horde потому что здесь есть историческая расстановка здесь другая система и она такая более правдоподобная как мне кажется тоже обязательно хочу попробовать и рассказать но оперативный уровень фишка эта дивизия ну легендарная игра донецк битва за аэропорт про нее много кто говорил много кто играл много кого за нее банили на тссере мне она нравится вот у меня была пнп версия это вот официальная версия от тени батл я взял а пнп можно кстати в группе скачать кому интересна эта игра а тут четыре сценария тактический уровень все сражения за во время украинской гражданской войны в дании около донецкого аэропорта жаль что вот этот вот великий дизайнер раян кирк ограничился только битвы за аэропорт небо было бы интересно какие-то другие сражения гражданской войны на украине отразил вот может быть я бы еще написал репорт за который меня на тссере заботы и на котором не писали в личку какое плохое что за то что я не люблю украину вот только вот поэтому берите это замечательная штука офигевает нет и вот у меня еще есть две игры вот в таких коробочках это коробки такие выпускает фирма lock and load publishing они поставляются с тремя каунтер треями но каунтер трейдом такие специфические очень глубокие и подходят только для игр с толстными фишками которые пускать тяжело кому вот вот а я убрал трейли с этих коробок и поместил в них так скажет серийные игры от тени батл вот здесь у меня в траншеях находится причем все все хоть как там шесть или семь уже два базовых модулей по моему четыре или пять дополнений сейчас не помню уже опять дополнений так вот это вот последнее дополнение devil dogs 2 battle pack 5 вот и две базовые то есть 7 игр здесь не находится про саму игру можете посмотреть у нас был стрим там мы отыграли один сценарий и с участием поляков и русской императорской армии по самой системе скажу некоторым она кажется очень скучный то есть это тактический уровень первой мировой войны фишка взвод некоторым кажется очень скучно но мне нравится тем что вот здесь в отличие от многих-многих других тактических игр каждое сражение происходит на своей исторической карте вот допустим вот на такой и из-за этого ты как-то вот более вживаешься вот все эти сражения тебе ты понимаешь что это не просто какое-то абстрактное столкновение вот где-то там на западном фронте первой мировой ты именно что ты можешь поучаствовать в этом сражении тут даже есть японский модуль вот такие вот японские карты и вот несмотря на недостатки этой игры которые есть да тут сложный подсчет тут такие очень много бросков кубиков возможно кому-то кажется что лишних она достаточно однообразно ну как однообразно первая мировая война она очень историческая и она очень хорошо отражает именно реалии первой мировой войны и она не абстрактная вот этот большой плюс этой игры за что я очень люблю и буду покупать все последующие модули и буду в них отыгрывать почти все кстати отыграны опять же заходите в группу там может почитать репорты по инвэтренчес и еще одна коробка это такая же я взял 2 бы я положил траншеи а сюда ползункоманда то есть вот курск выпустил флэн пигеймс а вот это выпустили тени battle publishing здесь не курск здесь у нас четыре игры это вот по карту можно смотреть корей 50 sticks and stones про третью мировую войну индо-пакистанский конфликт 65 года и самый интерес забавное гипотетический конфликт венгрии польши во время идущей третьей мировой войны вот так вот поэтому ну все что я говорил про курск верно и здесь такой хороший варгейм начального уровня если вам понравился курс берите ну вернее можете даже все файлики для этих варгеймов есть в открытом ну не в открытом можно скачать на сайте варгейм в аут там буквально там закидеть что ли долларов и попробуйте напечатайте по посмотрите если вам понравится возьмете курск там тот же или какой другой модуль и последнее что мне здесь осталось это очень забавная вещь вот это даже не варгейм а такая историческая настолочка 1917 назвать его вот взял чистые затем причем это такая кооперативная настолочка так вот интересно оформленная тут есть план кривой вот здесь есть вот правило вот карта есть такая пазловая вот фишки всякие есть но это такая настолочка по тематике октябрьской революции вот взял чисто ради тематики вот там она на этой полке меня и валяется так что я не знаю продается ли она интересно или она знает но у меня лежит пусть дальше вот и авторы иван буренин дизайн павел коскин может кому-то о чем-то говорят этими а так полочка моя опустела вот и в следующем видео я думаю самый интересный полочка это вот это вот тут у меня все самые интересные раритеты многие даже в пленке еще эта полочка с ммп тут у меня с к с а с л и журналы спешил оперейшнс так что приходите на следующее видео всем спасибо что смотрели ставьте там лайки подписывайтесь на канал группу вконтакте и чатик в телеграме и всем спасибо за внимание всем пока